Не часто на занятиях у студентов от Радненского нефтяного техникума стоит такая идеальная тишина. Но на этот раз случай особый. Тема урока касается абсолютно каждого. Речь идет об установке, подключении и настройке абонентского оборудования для приема цифрового ТВ-сигнала. У многих из сидящих в зале студентов уже есть некоторый опыт практического применения излагаемого материала. На самом деле эта информация для меня не настолько нова, потому что уже был опыт в настройке этого оборудования. Помогал своей бабушке настроить это оборудование. Все прошло успешно, настроил ей, помог. И таких технически подкованных студентов в регионе становится все больше. Их число увеличивается благодаря стараниям специалистов ОРТПЦ. Обучение волонтеров проходит в рамках соглашения с правительством Самарской области. Главная цель занятий – научить ребят оказывать посильную помощь населению при настройке приема цифрового ТВ-сигнала. Напомним, 3 июня в Самарской области будет отключен аналоговый сигнал ТВ. И жителям нужно подготовиться к переходу на цифровое телевидение. Мы обучили 530 студентов Поволжского института информатики и телекоммуникации. Они уже готовы к работе, к помощи нашему населению в подключении цифрового телевидения. Также мы работаем по обращениям администрации муниципалитетов, те, которые тоже участвуют в этом волонтерском движении, организуют волонтеров своего города или своего района. Среди таких городов значится и Отрадный. Здесь, на базе Дома молодежного творчества, уже создан штаб волонтеров, которые сами себя называют группой цифровой компьютеризации. Мы организуем работу ребят, которые в удобное время придут и помогут настроить. Две группы от Родинского института техникума – это 38 человек и работники Дома молодежных организаций. Необходимо также добавить, что по инициативе правительства Самарской области создана и работает региональная горячая линия. По всем вопросам подключения к цифровому эфирному телевидению можно будет обратиться по телефону 8 800 707 61 23. По этому же номеру можно договориться о помощи волонтеров. Аналоговый сигнал прекращается, но канал «Губерния» продолжит свое вещание. Нужно лишь настроить свой телевизор на два формата – цифровой и аналоговый. Переключение каналов будет таким же, как и раньше. Телерадиокомпания «Губерния» всегда остается с вами. Владислав Жирнов, Дмитрий Столяров. Новости «Губерния». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...